На долю артистки выпало немало испытаний. Галина Польских рано потеряла родителей, а в 26 лет стала вдовой. Звезда посвятила себя дочерям, отказавшись от попыток построить личную жизнь. Ударом стал для нее и трагический случай с внуком, разбившимся на мотоцикле. Галина Польских еще в детстве дала бабушке слово хорошо учиться, чтобы достичь успеха. Став актрисой, Галина Александровна воплотила все заветные мечты родственницы. Я шагаю по Москве, тени исчезают в полдень, любить по-русски, артистка все чаще появлялась на экране, идя к своей славе. Учеба во ВГИКе познакомила Польских с первым мужем Фаиком Гасановым. Брак оказался счастливым, но трагически оборвался со смертью режиссера в результате несчастного случая. Через пару лет безутешная вдова попыталась еще раз создать семью, но ошиблась в выборе спутника жизни. В итоге осталась одна с двумя детьми. Ради дочерей, а потом и внука Филиппа, актриса продолжала трудиться. Огромным горем стало для Галины Александровны известие об аварии Филиппа. Из-за осложнений после травмы юноша ампутировали ногу. Как же Галине Польских удалось справиться со всеми лишениями и испытаниями? Галина Александровна появилась на свет в Москве в 1939-м. Ее папа погиб еще в начале войны, а мама, заболев туберкулезом, умерла, когда дочери было восемь. Девочку разлучили с братом, мальчика забрали родственники по отцовской линии, а маленькую Галю взяла под опеку бабушка Ефросинья Адриановна, приехавшая из Белоруссии. Будущая актриса жила бедно. Они с бабушкой ютились в крошечной комнате в полуподвальном помещении. Чтобы прокормить ребенка, женщина работала уборщицей. Ефросинья Адриановна с ранних лет наставляла внучку, нужно хорошо учиться, чтобы выбиться в люди. Послушная девочка следовала совету и не только приносила домой отличные отметки, но и успевала участвовать в самодеятельности. Бабушка во всем себе отказывала, только бы любимой внучке было хорошо, и она не ощущала себя сиротой, вспоминала Галина Польских. Во окончании школы Польских определилась с профессией и подала документы во ВГИК. Вскоре она начала сниматься в эпизодах, в картинах «Белые ночи» и «Наш общий друг». Первую заметную роль артистка сыграла в ленте «Дикая собака Динго», а затем засветилась в фильмах «Я шагаю по Москве» и «Жили-были старик со старухой». Постепенно актрису стали узнавать. Галина Александровна появилась в культовом сериале «Тени исчезают в полдень, драме ищу мою судьбу». За роль медсестры в картине «Фронт без флангов польских» удостоилась звания народной артистки РСФСР. Зарубежные режиссеры мечтали снять ее в своих фильмах. Так Галину Александровну пригласили на Венецианский фестиваль, где Федерико Феллини выразил желание увидеться с ней в Москве, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Однако встреча так и не состоялась из-за болезни драматурга. После череды драматических ролей артистка попробовала себя в комедийном амплуа в лентах «За спичками» и «Человек села Бульвара Капуцинов». Полюбили актрису и маленькие зрители, за участие в тележурнале «Яролаж». Героини Галины Александровны практически всегда были положительными. На счету звезды более 150 ролей, в каждую из которых она вложила душу. Верная супруга в «Любить» по-русски, яркие персонажи в комедиях по семейным обстоятельствам и «Моя любимая свекровь», проекты рассказывали о непростых женских судьбах. Тяжелой оказалась и реальная жизнь польских. Встреча Галины Александровны с будущим супругом произошла в коридоре института. Высокого брюнета Фаи Кагасанова она сразу выделила из толпы. Иерудит, знаток мировой литературы, студент третьего курса факультета режиссуры, он очаровал польских с первой же беседы. Вскоре влюбленные поженились, у них родилась дочка Ирада. В 22 года актриса играла девушку-подростка в «Дикой собаке» Динго, и зрители не догадывались, что у нее уже растет собственный ребенок. Артистка была абсолютно счастлива и в карьере, и в семейной жизни, пока не начались съемки ленты журналист. Польских казалось, что фильм принес ей несчастье, прямо на площадке ее застала телеграмма с известием о смерти любимой бабушки. Едва Галина Александровна похоронила родственницу и забрав дочку, вернулась на съемки, как пришла вторая телеграмма «Погиб Фаик». В 26 лет польских стала вдовой. Но как же умер ее муж? Сама актриса утверждала, что Гасанов попал под машину неподалеку от Одесской киностудии, где работал над фильмом. Но друг Гасанова Станислав Чаплин склонялся к другой версии случившегося. Фаик вдали от дома начал пить, появились женщины на стороне. Все кончилось трагической смертью, в Одессе после скандала с мужем любовницы выскочил нетрезвым на улицу, попал под трамвай, и ему отрезало ноги. Я тогда Гале не позвонил, понимал, она чувствует свой грех. Галя ведь жертва страстей, намекал Чаплин на взаимные измены супругов. Два года артистка пребывала в депрессии, пока не встретила режиссера Александра Сурина, известного также по роли Степана в картине «История Аси Клячиной», которая любила, да не вышла замуж. Он сразу обратил внимание на привлекательную вдову и начал красиво за ней ухаживать. Роман вылился в брак. И Галина Александровна переехала к состоятельному супругу в центр Москвы. Стол ломился от угощений, семья могла позволить себе предметы роскоши, но это только тяготило актрису. К тому же ей не удалось наладить отношения с новой свекровью, поэтому первое время дочь и рада оставалась у мамы Файка. Чувствовала себя птицей в золотой клетке, анализировала звезда. И хорошо, что очень быстро все у нас закончилось. Этот брак все равно бы распался. Несмотря на беременность, Галина Александровна ушла от мужа. А через несколько месяцев после развода у актрисы родилась вторая дочь Маши. Супруг мстил польских, ее перестали приглашать в кино. Только когда словечко за старую приятельницу замолвил оператор Ежи Липман, артистка вновь вернулась к любимой работе. Актриса пробовала начать новые отношения, но каждый раз натыкалась на стену непонимания со стороны детей. Заводила об этом разговор, и дочки начинали возражать. «Конечно, я выбирала своих девочек, и роман прекращала. И для меня всегда было очень важно, чтобы они были сыты, получили хорошее образование», — подчеркивала Галина Александровна. «Так я и посвятила моим девочкам свою жизнь. И не жалею». Смыслом существования для артистки стало воспитание наследниц, а затем и внука Филиппа. Дочь Марии поселилась с мужем-иностранцем в Бейруте, так что первые пять лет жизни мальчик провел с бабушкой. Однако и его судьба не уберегла от трагедий. В 2011-м юноша врезался на мотоцикле в отбойник. Реабилитироваться после многочисленных переломов молодой организм смог. «Но ногу пришлось ампутировать. Главное, что живой», — рассуждала актриса. «Справляемся как-то». Польских не покидало чувство вины. Внук долго мечтал о мотоцикле, и она уступила, купив опасные транспортные средства. К тому же друзья Филиппа давно твердили, что у железного коня барахлит колесо. Однако никто не позаботился о своевременном устранении поломки. Отвлечься от этой беды Галине Александровне помогло проверенное средство — работа. Ее по-прежнему наперебой приглашают режиссеры. Шли годы, а звезда оставалась бодрой и энергичной. Поклонники даже заподозрили, что ради продления карьеры артистка сделала пластическую операцию. Так на общем снимке с коллегой Александрой Урсуляк Галина Польских выглядела чересчур молода. Некоторые пользователи сети отметили, что кумир преобразилась и похорошела, другие — обвинили в злоупотреблении пластикой. Не узнала, индивидуальность потеряна, сетовали комментаторы. Главным приоритетом в жизни звезды остается семья. Она помогает дочерям по хозяйству, облагораживает сад и огород, проводит время с внуком. Филиппу Польских подарила дачный домик в поселке Мосфильма, который обновила благодаря программе идеальный ремонт. Но становится ли актрисе одинокой и тоскливо, когда она оглядывается на прошлое? По словам артистки, она давно ничего не ждет от жизни, но старается держаться ради близких. «Я просто работаю как могу, помогаю семье», — отмечала Галина Польских. Оживу теперь воспоминаниями.